здравствуйте уважаемые трейдеры с вами на связи виталий кухта сегодня у нас обзор рынка пройдемся по таким инструментом как золото серебро нефть и валюты а также криптовалюты скажу свое мнение куда я вижу рынок напомню сегодня будет повышенная волатильность мы ожидаем выход данных по инфляции в сша аналитики ожидают что база инфляция будет 38 прошлый данный за ноябрь были 4 процента классическая инфляция возможно поднимется на 0 1 процент по сравнению с ноябрём напомню недавно выступала глава фрб банка далласа лори логан и я недавно опубликовал телеграм-канале такой сильный она профессионал достаточно и она не исключает что вот вот эти все вливания которые фрс делает они съели за счет большой доходности да и не исключая что инфляция дальше будет расти и если она будет расти то фрс будет ужесточать ставки поэтому очень важный сегодня выход данных и конечно последующие выходы важны у меня есть свое мнение по рынку технически конечно она может поломаться на фундаменте когда будет выход данных посмотрим уже по факту ну давайте конкретно перейдем к рынка по золоту напомню вчера на своем вебинаре я говорил что я за шорт по золоту у нас образовался такой локальный тренд вот прям с нового года у нас практически сегодня 11 число две торговых недели видно что медведи начали доминировать в 2024 году и это доминация возможно продолжится в ближайшее время как минимум до уровня 1975 это минимум середины декабря начала импульса вот этого последнего поэтому я еще сторонник того что с текущих плюс-минус шортить золото не исключаю что сегодня вот на этих новостях если инфляция будет понижена и потом трейдеры будут смотреть уже более детально на каждый раздел напомню там когда выходит инфляция есть основные показатели если внутренние показатели трейдеры смотрят каждый пунктик в каждом направлении что и как и потом уже начинают по-разному принимать решение по торговле и в этом случае я не исключаю что золото может чуть-чуть даже шпильку кинуть хорошую такую наверх вот как было на прошлой неделе вот здесь по нон-фарм дам то есть у нас было снижение моменте потом вы нас наверх потом вниз поэтому это берем во внимание по серебру ситуация в принципе аналогичная я вижу снижение и думаю что в ближайшее время мы будем пробивать в район 22 75 вот нас небольшое накопление из этого накопления я жду снижения по серебру ключевые уровни здесь сопротивления в районе 23 50 возможно мы их еще протестируем или с текущих или еще ртест поэтому там можно добавляться но в рамках риск-менеджмента так как у нас напомню по золоту по серебру тренд восходящий может можно это все поломать дальше нефть марки бренд здесь тоже ситуация у нас такая нисходящий тренд напомню прошлых обзорах я говорил что я за шорт по данному инструменту мы пока последнее время находимся таком небольшом боковике между 79 и 75 пока цена никак никуда не уходит но я ожидаю что ближайшее время возможно мы с этого такого накопления бокове бокового выйдем все таки вниз в район 70 с копейками там 72 доллара и возможно ниже поэтому ключевой уровень здесь 79 все что ниже данного уровня на шорт обязательно стоп лоссы выше 79 потому что мы можем идти на более глубокую коррекцию перед падением дальше индекс доллара здесь ситуация такая практически мы болтаемся в небольшом таком диапазоне боковом все-таки я продолжаю видеть продолжение роста по доллару до ключевой уровень напомню 101 60 прошло недельный локальный минимум пятница это ключевой уровень вижу как рост текущих плюс минус на и не исключаю что у нас может быть сегодня такой хороший вынос этого уровня на инфляции как вариант инфляция выйдет на тех ожиданиях которые ждут аналитики возможно я не исключаю что ниже там плюс минус или там на том же уровне и трейдеры увидят что вот идет снижение инфляции работаем на снижение доллара но моменте потом его будут откупать все такой поэтому возможно еще торговать ложный пробой 101 65 по евро доллару ситуация аналогичная картинка здесь ключевой уровень 110 у нас прошел такой мощный импульс в начале начале текущего года принципе начинался с конца декабря 28 декабря и сейчас идет коррекционное движение и аналогично я склоняюсь что я думал вот в начале недели что мы будем падать текущих мы там немножко падали локально и вчера откупили достаточно сильно евро доллар и такое ощущение что что по индексу доллара что по евро доллару будет вынос 110 на вот мы сюда где-то будет задерх где-то в район там 110 50 плюс минус возможно на но все-таки я ожидаю что будет вынос поэтому здесь бы я набирал по тихий потихонечку шарты после ложного пробоя снова добавлялся с целью 10 750 нам напомню аналогично что у нас здесь восходящий тренд достаточно сильный по евро доллару аналогично по индексу доллару нисходящий то же самое по золоту по серебру и соблюдайте риски потому что если эти идеи не сработают и это будет не просто вынос а будет продолжение тренда то по евро доллару мы будем обновлять прошло годовые максимумы декабря это время 111 40 и уже после того как мы будем обновлять эти максимумы дальше я буду смотреть на новые точки входа на шорт да возможно где-то буду и покупать но пока вижу вот такую ситуацию по по евро да я пока сторонник возможной коррекции евро доллара более глубокий она в принципе началась но вот так по другим инструментом принципе ситуация аналогичная повторяться уже не буду то есть индекс доллара евро кратко фунт доллар ситуация чуть сложная он начал поджиматься очень сильно к уровню 2770 конечно желательно бы его не обновлять там возможно немножко ложные но посмотрим сможем ли мы обновить максимум 28 декабря канадский доллар здесь аналогично то есть вот накопление что по евро доллару картинка одинаковая франк аналогичная вот здесь франки сижу хорошее такое накопление ключевой уровень 084 50 или секущих или еще будет ложный вынос данного уровня доллар рубль в доллар рубль вчера своем обзоре я говорил что я практически с нового года по этому инструменту прогнозирую среднесрочное снижение она уже принципе началось и я ожидаю рубль где-то в районе 83 доллара 83 рубля за доллар точнее у нас сильный ключевой уровень зеркальный здесь модель идет разворота очень мощная поэтому работайте кто ранее не шортил доллар рубль я бы дальше продолжала его шортить на коррекциях добавлялся если она будет потому что здесь ситуация такая вот мне кажется достаточно надежная в плане что здесь будет шорт юани рубль в принципе ситуация аналогичная то есть здесь я бы дальше работал на укрепление рубля по отношению к юаню ключевой уровень сопротивления 12 1290 мы от него уже отбились и идем тестировать минимум здесь укрепление в район там 12 1150 как минимум будет а дальше уже посмотрим ну и коротко по рынку криптовалют вчера все-таки сэк одобрила и кеф на bitcoin принципе как видим реакции уже никакой нету как бы ожидаемая в принципе новость много фейков было напомню взломанные twitter контакты какой уровень ключевой у нас 14 14 500 вот вот этот уровень да я там брал 14 700 заукруглим 444 500 все что выше данного уровня я жду по биткоину наверх у нас сейчас как раз идет формирование нового накопления я думаю что в ближайшее время мы где-то пятьсот пятьдесят тысяч покажем конечно не исключаю что это может быть ловушка обязательно работать со стоп лоссами потому что все сейчас ринулись покупать bitcoin и рынок он такой как невидимая рука рынка возьмет и сделает ложный пробой у нас по биткоину получится разворот поэтому bitcoin покупаем эфир вот последних своих обзорах я советовал всем покупать эфир смотрите в этой области практически на текущей неделе я целился на 2 500 и выше мы сделали 2 500 сделали сегодня сегодня уже ночью сделали 2 600 я думаю что у нас возможно продолжится движение на в район 2 700 2 800 а то и 3000 по эфиру поэтому то ранее покупал я бы удерживал я с ребятами в закрытом канале про сигнал покупали эфир и в принципе обзорах я публично говорил что покупаем поэтому кому интересно подписывайтесь на закрытый канал про сигнал там вся информация есть я четко даю свое видение рынка торговые рекомендации поэтому эфир удерживаем я бы на текущих не добавлялся уже напомню еще прошлый раз я давал рекомендации по ripple так как были вопросы в комментариях по ripple говорил ключевой уровень 055 все-таки мы его удержали и вчера от купили и в принципе кто ранее не покупал можно можно потихонечку подбирать ripple и наблюдать за ключевым уровнем 055 если мы его будем ломать то я бы уже выходил с репла а так здесь потенциал принципе неплохой в район 60 065 075 и возможно выше где-то в район одного доллара принципе все будут у вас возникать вопросы пишите в комментариях под видео там указаны мои контакты в описании мой телеграм ссылка на мой проект кухта капитал там вся информация по закрытому каналу про сигнал по обучению по курсу инвестор кому интересно всем удачи соблюдайте главные риски потому что не всегда все соблюдают и риски и рынок может иногда ходить против нас и ломать даже всю нашу концепцию пока